Оль, смотрите, вот что я понял. Я понял, что в деле революции, в деле революции ничто не выглядит так дешево и не обходится так дорого, как интеллигентность. Потому что в Минске революцию делали прекрасные люди. И вот если бы они были людьми похуже, то дело, за которое они взялись, у них получилось бы явно лучше. Потому что, ведь вспомните, да, ни Лев Давыдович Троцкий, ни Владимир Ильич Ленин, ни господин Робеспьер хорошими людьми явно, мягко говоря, не были. Именно поэтому у них так хорошо получались революции. И вот подводя по Белоруссии итоги, а это уже можно, к сожалению, делать, следует честно сознаться в том, что революция в Белоруссии раздавлена. И вообще только в кинематографе, в фильмах про вампиров все заканчивается осиновым, вбиванием осинового кола в гнилое сердце вампира или серебряной пулей туда же, в этот же самый орган. А в жизни, честно говоря, все несколько иначе. В жизни-то выясняется, что все лицензии на любые заготовки осины давно принадлежат только самим вампирам. А серебряные пули так вообще запрещены теми законами об оружии, за которые проголосовали их вампирские думы. И в жизни вообще все не очень красиво. Это же была замечательная, блистательная, изящная идея, за которой наблюдала тоже вся мыслящая Россия. И снимать обувь в Минске перед тем, как вставать на лавочку, чтобы что-то прокричать о свободе. А вот Лукашенко не будет снимать башмаки для того, чтобы потоптаться на горле или на вырванном сердце побежденного. Не будет явно. Вот старый вампир, он ничего не забудет, ничего не простит. Он помнит этот ужас, эти многие сутки проливного поноса, которые с ними были от ужаса. И это, правда, невозможно забыть ни ему, ни уборщицам его резиденции. И теперь то, что называется горе побежденным. Теперь, кстати, вот в отношении Светы Тихановской возбудено дело о терроризме. А Тихановская, я ее знаю, она чудесный, добрый, тихий, умнейший человек и жутко рассудительный. Ее заподозрить в терроризме невозможно, равно как и в экстремизме. Она не очень решительна. Дело в том, что она мечтала о бархатной революции. Но бархатность революции, она требует бархатистости как бы обеих сторон конфликта. А когда с одной стороны бархат, а с другой стороны раскаленное кровавое дерьмо, то бархатного изделения получается. Получается просто сильно измазанный говном бархат, что мы в результате и видим. И теперь вот в контексте этого в эвиктис, то есть горе побежден, медленно, но верно в Минске усаживают вообще всех, кто просто под подозрением, кто осмеливался просто открывать рот. Беспощадно, планомерно вычисляют и младенцев, и стариков, и старец. И, вероятно, так поодиночку всех и пересажают. При том, что, Оль, отметим, что Лукашенко не сумел победить революцию. То есть она победила себя сама. Миролюбием, интеллигентностью, реверансами, снятыми башмаками, шариками, флажками, верой в торжество добра над злом. Минская революция сама себя приговорила и сама себя проиграла. И, кстати, практически без помощи обреченного, паникующего таракана, более того, пережившего тотальное предательство, ну, по крайней мере, 95% окружения. И мораль сейбас-бас непонятна. Если ты зажег фальшфир, не надо его прятать в карман, ты сгоришь сам. Да, зажег, пользуйся им по прямому назначению. И дело ведь даже не в том, что все мои черные предсказания сбылись. Подтвердите это, Оль, да? Подтверждаю. Да. Белорусская революция, она сама себя добровольно загрузила в анабиоз зимних каникул. И, как выражаются и реаниматологи, и анестезиологи, она не вернулась из наркоза. Есть такой деликатный специальный термин. Но охранка Лукашенко дрессировалась всю зиму, стягивалась, вооружалась, группировалась, учила тактику, вычисляла каналы связи, мятежников, точки сбора. И теперь, да, она действительно в состоянии удавить практически любое интеллигентное мероприятие еще в зародыше. И попытка белорусского народа начать все сначала в это воскресенье была сразу и, к сожалению, безвозвратно разгромлена. Причем, вы помните, да, когда все начиналось, белорусские пропагандоны на их пропагандонских каналах, блин, они же тряслись, как гномы на перфораторе. Да, они не понимали, какое им занять место и за кого. Ну и они тоже очухались, приободрились. У них нашлись мощные кураторы в лице российских мастеров, которые их выучили. Выучили прежде всего не дрожать. Но что имеет из этого всего отношение непосредственно к нам? То, что Беларусь стала очень дорогим подарком и для российской охранки тоже. Потому что вот мирным минским шествием благодаря российская охранка узнала все о революциях такого типа. Все процессы, все нюансы были представлены в очень удобной для рассмотрения и изучения уменьшенной копии. Очень подробной и очень наглядной. Вот эта вот модель новой революции была тщательно изучена, вычислена и разработаны все ответные меры. И та вот виртуозность, с которой российская охранка расправилась с шествиями января, это все только благодаря белорусским урокам. Благодаря узнаванию тех слабых мест, умелой игре на этих слабых местах, отработанному умению понимать настроение, направление масс, знание на то, на какое время хватает митингового запала. Охранка узнала для себя очень много нового вообще в Минске. Она выяснила, что... Ну, это все-таки не единственная бархатная революция. У нас обычно боятся Майдана, покрышек, вот этого всего. Ну, Майдана, покрышек они проворонили, когда они не занимались изучением этого дела. Более того, они по характеру российских протестов поняли, что это скорее будет белорусской копией. И что самое неприятное, они поняли, что даже массовость не играет никакой роли. Что даже если выходит 500 тысяч, а в Минске, я думаю, были мгновения, когда выходили все 550, это ничего не значит. Вот охранка выяснила, что даже если это полмиллиона или миллион, можно не пугаться и не разбегаться. И объем мирной массы это не победа революции. И более того, чем толпа гуще протестующих, тем эффективнее по ней работают спецсредства. А уж пулеметы, когда видят людей плечом к плечу, вообще начинают рыдать от восторга. Это как раз то, что им надо. И вот мы видим, что в той же самой Мьянме, на которой опять подскользнулась Россия, вот на крови, гной и грязи, там больше 500 выходят в день. А вот после этого красноречивого присутствия российского замминистра обороны, а также нашего друга Паши Гусева, на параде, когда параллельно с парадом шел расстрел людей, они что-то сообразили, мьянмцы, да, и начали топтать не только портреты своего руководства, но и Владимира Владимировича Путина. Я просто на всякий случай скажу, что бывшая Бирма, она же Мьянма, в последнее время вот после этого военного переворота уже 400 человек, по-моему, убиты мирных протестантов, в том числе детей, в том числе 8-летних, например, детей. Это так на всякий случай. Да. И причем отметили, что если где-нибудь топчут, насилуют, расстреливают людей, тут же образовывается Россия с помощью, с денежкой, с советом, генеральчика какого-нибудь притащат, поулыбаться на фоне трупов. А Беларусь, что Беларусь? Беларусь сейчас будет работать фундаментом для путинской репрессивной системы. И с учетом того, что протесты в России практически повторяют тактику беларусов, появляется как бы эта возможность предусмотреть, предугадать все. Вот ты помнишь, да, что стоят спецназы? У вас в Дмитровском переулке или в Столешниковском была восхитительная сцена, когда ясные, светлоглазые студенты, прижатые к стенке толпой, начинают скандировать, мы без оружия, мы без оружия, мы, вы точно без оружия, переспрашивают ОМОНовцы. Мы без оружия. Ребята, они без оружия. И тут они начинают бить ОМОН. ОМОН начинает бить с предельной жестокостью, выяснив, что люди без оружия. Так что, если вы вообще у кого-то остались надежды, то самое время их терять. А особо впечатлительным можно сваливать, когда откроются ковидные границы, потому что все вектора определены, меняться этот вектор не будет, и все игры будут вестись по постоянно меняющимся людоедским правилам Кремля. Кремля и вот эти стандартные блюдачика, они приправлены теперь еще перчиком Беларуси и политы багровым соусом мьянмы. Да, вот глупо сейчас уже не признавать торжество, абсолютное торжество путинской реальности. В Беларуси, причем, было даже побольше шансов на перемены. Там была более монолитная, более благородная оппозиция. Не то, что вот у нас происходит, когда все ходят и писают друг другу в патроны, гадят, занимаются критиканством друг друга. Нет, там все было как бы чуть-чуть поблагороднее. И хотя, видите, вот к чему приводят нарушения. Благородство приводит к тому же самому, вы знаете. Совершенно верно.